Тогда поём, мой Дух Господь, Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда поём, мой Дух Господь, Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Тогда поём, мой Дух Господь, Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Тогда поём, мой Дух Господь, Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Да совершится Твоя воля, Господь. Отец Небесный, благодарим Тебе, Твоя воля, Иисуса. Это from the hemorrhage, my city, the great and the far. Hallelujah, my God, bless His mind, Lord. Отец Небесный, благодарю Тебе. Отче наш, да придёт Твое Царство, да совершится Твоя воля, Господь. Как на небесах, так и на земле, отец своим Иисусом. Благослови нам сегодня, Дух Святой, помазь мои уста и Слово, которое ты будешь давать мне через Твоего силы, Господь. Твою воля волосами, Бог мой, пусть это сойдёт на каждый плоть, на каждый дух, на каждую душу, Господь. Чтобы Твое имя было прославлено, Отец. Отец, мы сегодня перед Тобой. Благодарим Тебя, любим Тебя, Господь. И просим Твое благоволение, просим Твою волю, Господь. Просим Твое имя, чтобы прославились в нашей жизни, Господь. Просим, чтобы давал нам хлеб на сегодняшний день, Господь. И просим, чтобы не простил все наши данные, как мы прощаем наших должников, Господь. И не веди нас в искушение, Господь, а избав нас от лукавого. Ибо вся власть, вся царство, вся слава Твоих руках, Господь. Мы верим и благодарим Тебе, и поклоняемся Тебе, Господь. И ожидаем от Тебя всю славу, всю благодать Твою, Господь, которая изменит нашу жизнь, нашу судьбу, Господь. Я молю Тебя за свое имя, за Христа, Господь, за правителей, Господь, за начальника Бога, во имя Иисуса, которых Ты поставил на эту страну, Бог, коснись их сердце, Дух Святой. Я молю Тебя во имя, за Христа, ибо я знаю, Ты силен поменять сердце царей, Ты силен поменять сердце всех служителей, Господь. Ты силен принести благодать Твою, Господь. Ты силен, чтобы мир и благодать был Твою на этом стране, Господь. Чтобы мы поклонялись и славили Твое великое имя, Господь. Я молю Тебя, Отец, за каждого человека, который сегодня здесь, за их семьи, Господь, чтобы у них в семьях было благодать Твою, милость Твоя, Господь. И прошу Тебя сегодня, открой Слово Твое, Господь, по любви Твоей, Господь, по милости Твоей, что Ты совершил в нашей жизни во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Воздачь славу Господу. Слава Богу. Благослови кого-нибудь и садитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Вам тоже, тоже, садитесь. Слава Богу. Сегодня очень хорошее время. Всегда, когда мы начинаем служение, ты читаешь Библию или вспоминаешь Богу, всегда вспомни четыре вещи, что Бог сотворил тебя. Бог сотворил все вселения, все видимое и невидимое. И ты его сотворение по образу подобия вам. Это очень важно. Знаешь, что ты не один, просто так не явился этот мир. Кто-то придумал, кто-то предназначил тебя для великой славы. Жизнь человека без Бога становится плохо, потому что Бог сотворил человека. Здесь немножко поправил меня, как середина много вроде. По жизни, как я уже 26 лет служил Господу. До этого у меня было 24 года, в которых я жил так, как я хотел, можно сказать. Это было такое время, что есть отец, мать, родственники, друзья, которые могут заботиться о тебе. И ты живешь так, как ты хочешь, как твое сердце хочет. И думаешь, все нормально, так и пойдет до конца твоей жизни. Но не знаю, что есть в этой жизни, какие-то проблемы есть, которые могут и достичь тебе. И такие проблемы и достиг в моей жизни. Я много это свидетельствовал. Но я знаю, что здесь сегодня есть люди, которые нуждаются в изменении, нуждаются в спасении, нуждаются, чтобы что-то изменилось в их жизни. Есть и духовные люди, которые много лет уже ходят к Богу. И нужно у вас тоже какое-то изменение, чтобы вы еще больше приблизились, чтобы больше познали Бога. Потому что сколько мы приближаемся к Богу, столько мы больше понимаем, осознаем и понимаем себя. Понимаете? Сколько больше света, столько ты можешь просто видеть те недостатки, которые есть на своей одежде, допустим. Где немножко темновато, свет мало, ты всякие пятна можешь бить, и ты не заметишь. Но когда ярче свет, ты знаешь, даже ты можешь видеть, как шита твоя одежда, какой там вязко идет все. И детально все можешь ты заметить, самый маленький детал, который есть на твоем одежде. Так и Бог есть свет. Когда мы приближаемся к Богу, мы больше и больше начинаем видеть себя. Потому что Бог есть свет, и это сияющий свет, это не такой, как этот свет. Это его и святость, и его праведность, его сердце, его любовь, его мышление. Потому что порой человек, он всегда меряет то, чем он достиг. А свое измерение человеческое – это разум человека. Если человек глупый, он всегда меряет свои глупости. Если человек мудрый, он всегда по своей мудрости. Человек от какой-то вещей зависит. Он думает, все такие же люди, как он. Поэтому другой измерения нет. Ты не можешь войти в сердце чужого человека и измерить, о чем он думает. Какое у него мнение к отношению любых вопросов жизненных. И поэтому друг друга порой не понимает, потому что каждый, он думает, если я человек, значит, все так думают, как я думаю. Но получается, это не так. Даже муж и жена, они так думают, как должны всегда вместе одно думать. Всегда есть какое-то разногласие, откуда идут и споры, откуда идут всякие распри, и разногласия, и разводы, и всякие войны. Все идет от этого, что каждый человек по-своему думает, по-свою пользу. То, что его плоть хочет достичь к чему-то. И знаете, всякое зло в этом заключается, когда человеческая плоть требует что-то от человека, и человек все сделает, чтобы угождать свой плоть. Когда человек всегда сделает что-то угождать свой плоть, он становится в одиночестве, он становится как гордый, никому ему не интересно, он хочет всех сделать жертву ради себя, ради того, что ему было хорошо. И так может человек одно, человек может свою семью так воспитать, и может он воспитать целую страну так. И исходя этого и происходит всякое зло на земле. Я хочу читать пророческая книга Оси. Оси, 4 глава, и мы пойдем дальше. То, что реально сегодня происходит по всему миру. Слушай голос Господне, сыне Израилеве, ибо суд у Господа жителям всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Вы слышите, да, еще раз я хочу. Слушайте слово Господне, сыне Израилеве, ибо суд у Господа жителям всей земли. Ты житель этой земли или нет? У Бога есть суд для всех жителей этой земли. Потому что, суд в чем состоится? Потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Знаете, когда Бог это говорит, Он знает, что это нет. Потому что, если есть милосердие, это человек сделает ради того, чтобы славить свое имя. Если есть богопознание, это люди просто хотят как-то познавать Бога ради того, чтобы разговаривать, что-то сказать, что этот человек вроде грамотный. Богопознание, люди сегодня хотят богопознание через ритуалы, через обряды. И когда любого человека ты спрашиваешь, ты Богу знаешь, он говорит, да, конечно, я знаю, верю, я крещусь, я свечки ставлю, у меня есть дома иконы, у меня куча таких вещей, я преследую это. Но если спрашиваешь, ты хотя бы один раз Библию читал, говорит, нет. Библия – это слово, которое, как инструкция жизни человека, вся истина в этом. Говорит, истины нету, то есть истина – это как слово Божие. В сердцах людей нету этого слова. У людей есть мудрость человеческая. Люди могут цитировать много стихов от всяких стихотворений, от всяких поэтов, от всяких великих людей. Но, знаете, когда смотришь телевидение, смотришь людей, когда они общаются, даже великие люди, которые от них зависят жизнь этого страны, мир этого мира, когда они цитируют какие-то стихи, какие-то слова, это слова всегда взяты от каких-то людей, от каких-то правителей, от каких-то человеческих мудростей, философий и так далее и тому подобное. Не заметишь, чтобы кто-то, он цитирует Библию, которая есть истина, который цитирует Слово Божие, что Бог так сказал. То есть, когда человек цитирует Слово Божие, он в своем сердце верит, что Бог есть, и жизнь зависит от Бога. Когда ты знаешь Его Слово, всегда говоришь, Бог так сказал, я буду так поступать. Бог так сказал в моей жизни. Знаете, сегодня я служу Богу столько времени, я еще не видел людей, которые пришли и сказали, Бог мне так говорит, Бог так сказал. Знаете, они смотрят, видят сон какие-то, какие-то таких вещей и говорят, Бог мне так сказал, но в самом деле это не был Бог. Никто не пришел и говорит, что вот Бог сказал в Библии так, про семьи, потому что в Библии все написано, все сказано Бога и заранее, в начале, что будет потом даже. Бог сказал, как нужно поступать, чтобы твоя жизнь была благословена. Если даже ничего не делать, взять просто инструкцию Библии, как просто воплотить это Слово в своей жизни, ты увидишь все равно хороший результат. Даже Духа Святого, если нет, ты просто взял бы слова Библии, это истину, и поместил это в своем сердце, поместил это истинно в своем семье, в отношениях муж с жени, в отношениях детей и родителей, в отношениях соседов, в отношениях страны, в отношениях начальников, в отношениях других стран. Ты увидишь, что мир придет в твоем сердце, потому что Библия, Слово Божие, это истина, Бог изначально, когда сотворит человека, Он не имел в виду, что люди будут грызть друг друга, люди будут убить друг друга. Люди, которые живут вместе, муж и жена, они живут годами, рожают детей, воспитывают детей, 10 лет, 15 лет, 20 лет, и вдруг, вдруг между ними что-то происходит, и недопонимание, и развод, до татова, суди. Разные вещи, ненависть, убийство, кругом то, что происходит. Смотрю сегодня информацию, кругом убийство, кругом кровопролитие, и кругом недопонимание. И когда люди собираются вместе, проводят какую-то программу, как-то помогать людям, и они титируют разные мнения людей, сидящиеся люди, все в таком же грехе, в таком же проблеме, они решают жизни других людей. И Писание говорит, почему ты судишь человека, если ты сам так поступаешь? Люди порой смотришь на телевидение программы, там решают судьбу какой-то семьи, а те люди, которые решают, дают советы, которые уже поменяли пять мужей, поменяли пять жен, а там дают совету, что нужно так поступать. А если ты это хорошо знал, почему ты сам не поступил так? Знаешь, дать совету человека, помогать, если ты сам не достиг чему-то, смысла нету по эту тему поднимать вопрос. Если ты достиг чему-то, значит, есть в твоей жизни какая-то истина, который тебе спас, который даровал тебе вот это счастье, и ты можешь это передать кому-то. Если ты сам в таких грехах, чего ты можешь передать? Иисус сказал, если в твоем глазах есть бревно, как ты хочешь помочь снимать сучок от своего друга, ближнего? Вначале сними свое бревно. Поэтому, когда же человек, пускай каждый смотрит на свое сердце, вначале посмотри себя, есть зависть в твоем сердце, есть ненависть в твоем сердце, есть ложь в твоих устах. Есть, посмотри, давайте Галатам посмотрим, 5 глава, что есть плоть, который, плотское мышление, который человек в этом находится. Вот здесь говорит, если же, Галатам 5 глава, 15 стих. Если же друг друга угрызайте и съедайте, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Бог знал, что люди могут грызть друг друга. Он знал, что могут съедать друг друга. Но Бог все равно, Он говорит, так делайте, чтобы не истребили друг другом, не были вообще истреблены. Потому что в начале Бог, когда сотворил человека, так прекрасно было, такой хороший план был у Бога. Бог посмотрел, все творили, сказал, весьма хорошо. Шесть, пять дней Он сотворил весь мир, шестой день человека, поместил там. Знаете, все было хорошо. И здесь, я говорю, поступайте по духу, и вы будете исполнять в разделении плоти. Не будете исполнять в разделении плоти. Ибо плоти желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг друга противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Знаете, в прошлый раз тоже мы говорили о делах плоти, о делах духа. Но это истина, которой я хочу, чтобы поместить с каждого верующего. Потому что я сам знаю, пока эта истина не сделает тебя свободным, ты будешь поступать по плоти. И здесь ясно и четко говорит слово, что твой плоть, он противится твоему духу. Твой дух противится плоти. То есть война это внутри нас. Война отсюда начинается. Когда ты побеждаешь твой плоть, тебе придется побеждать плоть вокруг тебя. Вокруг тебя. Поэтому плоть и дух, они не совместимы, они не могут. Потому что плот земной, прах от земли, а дух твой небесный, дух твой думает, как Бог думает, а плот твой думает, как этот мир, как земля. У него непонятны небесные вещи. Поэтому человек, который согрешил в Едемском саду, который Бог так прекрасно сделал, и поместил человека в этом раю, где Божье присутствие было, где Бог все повелел человека, сказал, все, все тебе дано, Адам. Ешьте, пейте, радуйтесь, наполняйте всю землю. Но Бог запретил одного дерева, чтобы от этого дерева они не кушали. Они поливали это дерево, они выращивали это дерево, они могли коснуться этому дереву, но они не имели права кушать от этого плода. Знаешь, ты можешь вокруг Бога ходить, ты можешь к Богу коснуться, ты можешь от Бога что-то получить, но сидеть вместо Бога нельзя. Как, допустим, есть хозяин этого клуба, да, мы здесь что хотим, то делаем, мы здесь используем это здание. Но нет у нас такой мышления, я хозяин этого здания. Есть этого здания хозяин. Как ты будешь думать, что ты хочешь стать хозяином этого здания, если хозяин узнает, тебя выгонят на улицу? Так и в наших домах. Знаешь, когда человек приводит домой сноху и говорит, все, все тебе дано, но в никаком случае не пытайся, садись в мое место. В этом доме я хозяин. Понимаете? Если ты пришел в церковь, здесь Бог мне поставил как пастор, как служитель. Что хочешь, делай, общайся, служи, но никогда не думай, чтобы сидеть вместо меня. Сидеть вместо меня пастором. Это не твое место. Здесь Бог мне поставил. Ты можешь мне помогать в этом деле, потому что я делаю ту работу, которую Бог даровал мне. Если Бог тебе поместил здесь, значит, будь моим помощником, чтобы мы вместе сделали ту работу, которую Бог нам поручил, потому что Он Господь. Если я буду здесь думать, что я буду сидеть вместо Иисуса, быть хозяином, господином вашей жизни, тогда все, мое служение закончится здесь. Потому что Господь Иисус, Он Господин, Он есть Царь. Он дал полномочия, но Он не дал мне власть, чтобы я стал вашим господином, чтобы я вас использовал как мои рабы. Он Господь. Он имеет право все сделать в вашей жизни. Он искупил тебя. Ты веришь этому? Потому что человек, когда согрешил, он был продан греху. Человек, когда взял, кушал этот плод, это плод, как можно так посмотреть, что Бог не дал человеку власть, чтобы он кушал. И Бог сказал, когда ты будешь кушать, ты смертью умрешь. И знаете, смерть в чем заключился? Смерть в этом заключился, что в это время, пока они не кушали плод этого дерева, они жили в присутствии Бога. А Бог есть жизнь. Вдохновляющая жизнь, это от Бога был. Понимаете? Как рыба в воде. Жизнь рыбы зависит от воды. Жизнь человека зависла от Бога. Если внимательно ты будешь читать, как Бог сотворил этот мир, из какого материала Он использовал, когда Он сотворил весь зелень, трава, дерево, Он использовал земля. Он повелел землю. Когда животный мир, Он повелел землю. Когда морские, водные такие, Он повелел морям, чтобы сам море производили вот такое существо внутри себя, живое все. И от моря они произошли. Поэтому большинство процентов рыбы там вода. Понимаете? От воды они произошли. А вот животный мир, они от праха. И на воздухе Бог повелел на небесах, чтобы там произошло солнце, луна, звезды. Это все небесное. Это космос. А человеку как сделал? Бог взял от земли часть из глины, сделал человека. А часть взял от себя. Он сказал, сотворим по нашему, по подобию нашему человека. И Бог дунул туда, свое дуновение, в эту плоть. То есть, часть от нашей сотворения, наш дух, наша личность взят от Бога. Материал от Бога. Поэтому наш духовный жизнь прямо зависит от Бога. Как дерево, жизнь зависит от земли. Любое дерево, веру из земли, все, это дерево высохнет. Аминь. Если нету дерева, положи его в воду. Все равно в воде нету тех, которые есть дерево, земле. Нужна ему земля, потому что от земли. Если взять дерево, посадить в море, вода там много. Там тоже много пищевые добавки. Но все равно для этого дерева это не хватает. Ему нужна еще земля, потому что в земле что-то есть. А почему земля? Потому что это дерево взято от земли. Бог повелел землю, чтобы земля произвел это дерево. Поэтому, когда Бог сказал, Адам, если ты будешь кушать этот плод, ты умрешь. То есть, получится что? Связь между нами, между тобой будет прервана. И что случилось? Когда человек кушал этого, Бог выгнал человека из своего присутствия. То есть, как рыбу выбросили из воды на сушу. Когда рыба на сушу, он может гниться. Он может стать жертвой для других животных. Он может стать жертвой человека в каком-то жаровнике. Он может стать жертвой какой-то морозильника. Наконец, его кто-то будет съедать. Собака или кошка или человек. Не важно. Но все равно, уже эта жизнь предназначит кому угодно. Потому что эта рыба уже не по воде. А если он в воде, там есть определенные хищники, которые через его будут жить. Ему есть предназначение жить в какой-то момент. И потом он станет жертвой тех, которые живут в этом море, допустим. То же самое, когда Бог сотворил человека. Человеку так дал власть, чтобы человек не должен быть жертвой никого. Даже животные не имели власть на человека. Бог сказал, повелевайте. Владичествуйте над землею. Владичествуйте над животным, скотам. Этих, всех этих присмыкающим. Всем животным в воде. Бог дал полностью власть человека, чтобы человеку, никто, человек, никому не стал жертвой никого. И даже человек человеку не имел власть, чтобы стали жертвой друг друга. Но как только человек кушал этот плод, что произошел? Обрыв. Это как отрезать этот провод и все, свет не горит уже. Это как рыба уже выброшена на берег. Человек в Игнам был на берег, на пустую землю. И Бог сказал, пахай, Адам. Ты будешь потой своей зарабатывать свой хлеб. И вместо зерна будет там всякие сорняки уже расти. Я уверен, что в Едемском саду никакой сорняки не было. Никаких таких плохих вещей лишних, ни вирус. То, что вирус там, это все было предназначено, все было съедобно. Ничего там не было лишнего. Сегодня есть много таких вещей на земле, которые ни один животный не кушает, ни человек не кушает. Много несъедобных трав, несъедобных вещей. Даже есть много таких отравляющих плодов и так далее и тому подобное. Но до этого ничего не было. Но когда Адам согрешил, земля не дал тот плод, который Бог повелел. Он был выгнан от Божьего присутствия. Там место, где Бог предопределил для человека. И смерть пришел. Смерть это отделение. Человек был отделен от Бога. Это как дерево. Вырвали из земли и посадили где-то там в воде или где-то в песок. Не очень удобное место. Рано или поздно высохнет это дерево. Но пока высохнет, он себя хорошо чувствует. То же самое человек без Бога высыхает в жизнь человека. Знаете, когда вот медицинский такой подход к плоти, когда в плоти не хватает кислород, не хватает пища и кровь, кровообращение идет и кислорода мало. Там появляются клетки, которые начинаются драться друг над другом, чтобы каждый брал свою часть кислорода. И когда этого нет, война начинается прямо у нас в клетках. Как только кислород даешь, мир приходит. Или человек голодный, там война идет. Как кушаешь, мир пришел в сердце. Почему? Уже насыщен твой кровь. Уже все клетки, они себя хорошо чувствуют. То же самое тело Христа. То же самое этот мир. Когда мир голодный, нагрызут они друг друга. Тесно. Знаете, одно место, когда тесно, куда ты идешь, там места нет в автобусах, когда тесно. Вспомните, в советские времена, когда один автобус там, мы висели все. У этого сейчас нету почти у нас, да, в нашем стране. Но знаете, это еще продолжается в других странах, где миллиарды людей. Когда приходит пазик такой, как у нас там 27-28 местный автобус, а там сидят 150 человек. Вы представляете? 40 градусов жара, и там сидят 150-120 человек. Маленькие эти трехколосные такси, которые есть в Индии, там в Пакистане, многих таких, в Африке, где многолюдные люди. Знаете, там два таких, как я, если я с Сергеем будем сидеть, уже места нету там. Но мы считали, 28 человек сидел вот этим маленьким мотоциклетом, понимаете, трехколесным, в которых колеса вот такие маленькие. Ну, это хороший такси там по их нему. Два литра – это 200 километров можно ехать. Но знаете, они вот так едут. Вот мы в этот раз в Индии там втроем с Аллой и Еленой, мы покатались немножко. Когда там километр едешь, уже столько пиль сидит на тебя. Потому что двери нету, все открыто. И местами мы просто нос закрыли, чтобы мы могли проехать там. Такой запах. И люди могут пройти такой там часам и стоять в пробках там, в этих запахах, в этих пили, в этой жаре. Ни кондикционера, ничего нету. И люди умирают в этом. И знаете, это нехватка места, нехватка еды, нехватка знаний, нехватка финансов. И я представляю, если в этом стране скоро будет все машина, как у нас, цивилизованная уже, кондикционером там, печкой. И представьте, если там будет, там будет просто застой. Потому что столько миллиардов, как у нас сегодня, в каждом доме почти машина есть, уже в парковках места нету. И еще строим дома, опять такое же мышление, узкие дороги и парковки нету. И мы автоматически создаем пробку, трафик, который лет через 10 уже в наших улицах невозможно будет двигаться. Придется опять купить мотоциклет, купить велосипед. Это многие фирмы могут специально сделать, чтобы их производство было продано. Я представляю, если в Индии не будут уже купить великие мотоциклеты, эти заводы практически закроются. А там как муравейник. Представьте, миллиард более, миллиард двести миллион человек, наверное, имеют велосипед и мотоциклетов. Это же железо, оно износится. Если все заводы будут постоянно производиться, равно это не хватит им. Но если все будут на машинах, что получится? Уже места не будет в этом миру. Придется что делать? Создать какие-то войны. Знаете, специально, чтобы сократить людей на этой земле, что их место было. Уже некуда расширяться. Поэтому всякие происходят. А жизнь, которую Бог давал человеку, и человек кушал этот плод, он был оторван от Бога. Его жизни пришел нехватка. Нехватка любви, самое главное. Потому что человек, ты нуждаешься в любви. Ты нуждаешься в внимании. Любой человек, у него нехватка духовная. Знаете, материальное, пищевое можно наполнить. Человек может удовлетворяться то, что он кушает, то, что ест. Но по любви, по той, что тебе могли чтить, тебе могли посмотреть. Вот это любви, это духовная нехватка, которую Бог может исполнить в наше сердце. Никак. Человек, когда любит тебя, человеческая любовь, он не может проникнуть в сердце твое и добавить что-то там. Он просто проявляет любовь, и чуть-чуть ты себя хорошо чувствуешь. Но он не может войти в твой дух. Когда в твоем духе пустота, человек, он своими поступками, он не может войти туда, чтобы твою эту пустоту наполнить. Любящие тебя, люди, они могут только тебе хорошую одежду купить, хорошие какие-то вещи, хорошая еда. Плохо ты кушал, теперь хорошо ты кушаешь. Деньгами снабжать тебя, а деньги что может делать? Деньги не может принести твой дух радость. И порой мы любовь ценим. О, мне цветки подарили. Вот ты мне не любишь, мне цветки не даешь. Цветы давал, и человек доволен, думает, ему любили. Не будь обманутым. Это не любовь. Если каждый день тебе будут даровать дом, миллиарды долларов, но все равно это не любовь. Любовь не в этом составляется. Они могут тебе давать сотни тысяч, и потом за это такие горькие слова тебе говорится, что тебе не нужно. Мгновенно ты можешь потерять ценность этого драгоценного, который ты не слышишь, хорошее слово. Ты можешь свою жену подарить самое дорогое коле, допустим, там миллиард стоит, и даровать ему какую-то радость на месяц. А вдруг она увидит, что ты пошел к чужой женщине, твой этот драгоценный миллиард Николе ему не нужно уже. Это не нужно. Он может взять, она может взять и выбросить его. Ему нет этого ценности. Поэтому ваши подарки, они могут стать очень дешевле, но с душой, с любовью внутренней. И то, что этот мир нуждается, мир нуждается этого любви, это внутреннее духовное состояние, которое только Бог может удовлетворять. Это место Бог сотворил нас изначально, и он, знаете, он себя поместил в нас. А мы его выгнали из нас. И это место никто не может заменить. Невозможно. Невозможно. Что поставят между местом глаза твоего, пусть фарфорный, стеклянный, не знаю, что, все равно это не заменит твой глаз. Это не твой. Поэтому Бог свое место, Он в нас сделал. Он изначально, когда сотворил нас, Он знает, как сотворил. Поэтому в нашем духе есть место, где Он только может сидеть, и тогда жизнь начнется распространяться по всему твоей личной жизни. Тогда придет истинная радость и понимание. Если весь мир тебя не поймет, весь мир будет тебе плохо делать, все равно Бог изнутри может так наполнять тебя любовью, благословению, радостью, что этот внешний мир не может влиять на внутреннее состояние твое. Это истинно, я вам говорю. Потому что я такой же человек, который нуждался в этой любви, искал эту любовь, этого мира, искал, что люди могли мне понимать и ценить, но никто не понимал. Никто не мог. Никакой другой Бог не может сидеть в том месте, где Бог предназначен для себя. Поэтому, когда Иисус пришел в этот мир, Он что сказал, Царство Небесное приблизилось вам. То есть, Царство Небесное, Бог свое Царство поставил в нас, но человек, когда вкусил этот плод, он согрешил. Царство Божие ушел от него. Уже не Бог царствует внутри человека, а сам человек царствует. Человек сидел вместо Бога. Вспомните, когда он кушал, сказал Бог, вот они стали как мы. То есть, человек стал как Бог. Самостоятельно жить, суверенно жить, ни с кем не советоваться. Он хочет я и все, это мое тело, что хочу и то делаю. Знаете, все равно вы родились от своих родителей. У вас была мама, папа в каком-то возрасте, они вас рулили, вас нянчили. Их слово как-то стало как авторитет, но все равно не всех. Так, даже в таком малом возрасте уже год, два, три, уже у них личность как образовывается, уже они начинают немножко понимать. Уже у них есть свое мнение, хочу, не хочу. Неважно, кто говорит. Знаете, когда ты поднимаешь кулак, когда начинаешь ему пугать от страха, говорить, да, я буду сделать то, что ты говоришь. Или что-то обещаешь, сразу соглашаются. И знаешь, они заставят тебя, чтобы ты обещал весь мир их. И потом сидят и требуют. Ты же сказал, давай. Не выполняй свое обещание, получается ты лежать. Ты потеряешь свой авторитет перед своих детей, потому что ты обещал и ничего не делал. Ты в это время обещал, чтобы он рот закрыл и не плакал. Но ты достиг этому свое обещание. А потом ребенок вспоминает и говорит, а ты обещал, давай. А ты тогда не даешь, опять получается тоже. И ты не можешь наполнить желание этого маленького ребенка. И когда ребенок немножко уже суверен, он говорит, я Бог, я хозяин моего жизни. До свидания, мама, папа, я пошел. И ты сегодня мучаешься, чтобы ему вернуть в том положении, что у него было хорошо. Ты видишь твоего сына, он стал наркоман или алкоголик, или пошел этот мир. И понимаете, и ты мучаешься. Ты знаешь уже, потому что по практике, по возрасту, ты знаешь, что этот путь не тот путь. И ты пытаешься как-то остановить. Но знаешь, в данной ситуации этих детей им нравится эта жизнь. Они могут тебе сказать, ты ничего не понимаешь. Когда я пошел исполнять желание моего плоти, мой отец мне воспитал, не разрешил. А я думал, он ничего не понимает от жизни. Я думал, я лучше понимаю, я лучше знаю, что мне нужно сейчас или нет. Знаете, почему? Потому что я стал господином моего жизни. Я уже сидел на моем троне, я. И тогда трудно. Я сам просто кричал, Бог, помоги мне. Но сам не знал, кто этот Бог. И что происходит? И человек начинает жить. И человек будет идти этот путь до того, пока сам не убедится, что это ему не нужно. Пока мы убеждаем, нельзя, нельзя, и что бы не делать. Знаете, не важно, в каком возрасте этот сын, этот ребенок, эта дочь. Он может в это время тебя слушать, потому что ему польза есть. Не потеряешь тебя, ты его спонсор. Ты нянчишь его. Порой ты приходишь и слезами, и начинаешь гладить его, который он этого тоже нуждается. Поэтому он порой поворачивается к тебе, да, мама, да, папа, все это будут делать так, как ты скажешь. Но через некоторое время опять он будет использовать то, что ему нужно. Не ты можешь сидеть в троне его царства, не он. Это место Бога. Не пытайся занимать место Бога. Еще хуже делаешь. Потому что когда ты сидишь за рулем самолета, который ты сам в жизни не сделал, не сиди, ты быстро уронишь. Автопилот лучше исправится, чем ты. Не пытайся. Сиди спокойно. Есть Бог, который может управлять легче все это. И знаете, по большому счету, если так посмотреть, мы все творения Божьи. У нас есть один хозяин, один Господь, который всех нас лично знает. Он говорит, даже я знаю, сколько волос у тебя в голове. На голове. Он все это знает. Значит, он больше нас заботится о нас, чем мы сами. Думайте, мы не планировали родить детей, и какого они должны быть. Это его план. Поэтому, учите своих детей, чтобы они вошли в план Божий. Не вмешайте в их жизни. То, что я сегодня тебе хочу передать, учись тебе, это я должен тебе говорить. Остань это твое решение. Ты можешь решать, принимать эту истину в своем сердце, это истина сделает тебя свободным. Ты можешь просто игнорировать это и продолжать здесь той жизни, которую ты имеешь. Этот мир либо будет обратиться к Богу, и Бог изменит судьбу любого страны, любого жизни. Либо этот мир будет питаться своими силами, как-то принять свое решение, а Бог усмотрит рядом. Все равно, кто умирает, Иисус сказал, ключи ада и смерти в моих руках. Кто-то выходит из своего плоти этого мира, Бог принимает этого человека. И он судья. Конечно, в итоге он будет судить человека. Либо человек будет продолжать свою вечность в огненном озере, либо человек будет продолжать свою вечность в Царство Небесное. Поэтому это время, жизнь, это такой момент, где мы должны определиться, что нам нужно. Что нам нужно. Это похоже на это. Мы в самолете летим. А этот самолет, он не может сделать посадку хорошую. Этот самолет должен упасть. Но пока у него горючий хватает, самолет летит. И там тебе предлагают, знаете что? У нас есть парашюты. Наш самолет не может делать посадку. Но у нас у всех есть парашют. Кто хочет парашютом летать? Кто хочет, пускай сейчас летает и останется живым. Кто нет, скоро этот самолет упадет. Гарантия нету жизни. И теперь приходишь, ты этому смотришь. О, нет, я не хочу. Ну, знаете, этот самолет скоро упадет. Тебе нужно летать. Пока самолет нормально летит. Нету такой турбулентности, чтобы ты от страха прыгал. Знаете, когда от страха, вот в жизни, когда у тебя рак болезни, уже страх. Ты бежишь к Богу. Господь, я хочу парашют. А когда нету такого страшного, все нормально, нет, я не хочу. Знаете, когда самолет попадает в эту турбулентность, всем хочется бросаться оттуда лучше. А когда тихо, нормально летит, все отдыхают, наслаждаются. Вот в таком тихом положении вдруг ты слышишь объявление. Наш самолет не может выполнять посадку. Он упадет. Но у нас есть время, где мы можем по этому времени, все пассажиры могут летать через парашют и останутся живыми. Кто верит этому объявлению, он просто берет и уже не боится от высоты. Он к чему? Доверяет полностью слово этих людей, которые говорят, сотрудников, и доверяешь этому парашюту. Одеваешься и бросаешь себя, и ты остаешься живой. А некоторые не хотят парашют. Если ваш самолет будет упасть, мне не нужно и ваш парашют, я так буду летать. Они так летают. Понимаете? Это точно так же, я вам уверяю. Этот мир все в одном самолете, в одном котле. И этот котел там, прожигалась уже этот огонь, и скоро будет гореть все. Но это скоро, это вопрос времени, это может быть тысячи лет. Я не говорю завтра. Но Библия говорит, сегодня твой день. Сегодня твое время. Потому что ты не знаешь, что с тобой будет. Ты сегодня пойдешь домой или завтра? Понимаете? Поэтому пока мир, самолет пока тихо идет, но скоро все упадет. Лучше одевайся этот парашют и сиди в этом самолете. В свое время, когда скажут, прыгай, прыгай. Но нужно парашют одевать обязательно. Всем раздать. А ты не хочешь. Некоторые парашют получили и положили рядом. Но как только кричат, давай, бросайте. Ты пока оденешь этот парашют, уже поздно будет. Поэтому всегда, всегда пускай ты будешь одеты. Всегда имей Слово Божие в своем сердце. Всегда веру в Иисуса. Это твой парашют. Это твоя страховка. Если пришел ты к Богу, все нормально, все равно ты всегда следи. Всегда пусть Слово Божие будет в твоем сердце. Всегда в своем сердце будет молитва и в своем разуме Бог и Его Слово. Что Бог так сказал. Бог так сказал. Понимаете? Поэтому, когда ты принимаешь Слово Божие в твоей жизни, все меняется. Все меняется. Бог так возлюбил этот мир. Он хочет, чтобы мы избавились от плотских вещей. Как Павел дальше говорит. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть. Пролюбодяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. Вражда, ссоры. Есть вражда, ссоры в вашей жизни. Зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это плоды, плоти. Когда эти вещи есть в нашем плоти, это плод плоти. Наш плод, он производит эти вещи. Ты не можешь любить. Когда ты плотской человек, твой плод только производит эти вещи. Это пассейн. Если ты кому-то ненавидишь от ненависти, человек может любить человека в такой человеческой любови, чтобы достигнуть этого человека, убить. Достигнуть своей цели. Люди могут сделать коварный, такой лукавый любовь, чтобы поставить кого-то, чтобы предать кого-то. Понимаете? И это происходит по всему миру. Они могут строить дипломатические отношения, чтобы достигнуть своей коварной цели. Как только достигают, сразу разорвают это отношение, потому что уже достиг человек своей цели. А плод духа, посмотрите, плод же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закон. Понимаете? Это духовные плоды. Когда мы хотим любить человека, это духовная вещь. Поэтому это духовная вещь. Бог может удовлетворять наш дух. Он может наполнить ту пустоту, которая у нас есть. Поэтому, когда человек пустой, у него нету Бога, он начинает кого угодно обвинять. Поэтому рождаются ссоры, разногласия, разводы, ненависть друг к другу. Вот муж и жена любили, да, наконец, они не могут выйти замуж просто так. Вроде любили, женились, два-три детей уже есть. Откуда появилась ненависть? От их плоти. Это плод, плод, плоти. Кто-то из них по-плоцкому поступает и рождается этот распри, разногласия. И у них начинается нехватка. Нехватка чему? Любви. Если любовь там будет полно, любовь покрывает все грехи. Любовь, посмотрите, любовь, божественную любовь что делает? Давайте откроем Коринфянам. 13 глава от 1 Коринфяна. «Если я говорю языками человеческими и английскими, ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящий или кинвалт звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и все верю, то, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть плод духа – это первое что? Любовь. А любовь, Бог есть любовь. Что такое любовь? Это Бог. Если Бога нету в тебе, как ты можешь любить? Знаете, этот элемент «любовь» означает, это Бог, потому что Писание говорит, Бог есть любовь. Библия говорит, Бог есть любовь. Если человеку нету Бога, что он питается, как он может тебя любить? А речи уже нету о любви, говорит. Это уже плодской любовь, это уже лукавый любовь. Это лукавство, то есть человек – это человеческая любовь, это мирской, на уровне плоти. Я тебе, ты мне. Я исполняю желание твоей плоти, ты думаешь, меня любишь. Ты исполняешь желание моего плоти, мы любим. Но наш дух оба остаются пустой. Ты покупаешь для жени какой-то подарок на 8 марта. О, она радостна, ты любишь ему. Приходит 23, ты тоже покупаешь, они тоже радостны. Но праздники прошли, уже любви нет. И ссора, и развод. Почему? Потому что это уровень плоти. Это не любовь. Ты просто угождал его плоти, и он радуется. Значит, каждый день нужно сделать 8 марта. Каждый день цветок, чтобы этот человек осознал. Знаете, это… Я вам извините, просто это Библия так учит. Если Бога проникать в этом, я сейчас вижу смысл этого. Это животный любовь. Это душевный любовь, это не духовный. Поэтому человек духовно мертв, и он строит все на уровне души своей. А душевный – это животный мир душевный. У животных нету духа. У животных Бог не дунул туда свое дуновение. У животных повелел Господь, от земли произошел живое. Дерево тоже живое. Есть мертвое дерево, есть живое дерево. Есть мертвая собака, есть живая собака. Эта собака, которой ты его кормишь, он понимает, это мой хозяин. Это добрый человек, я не буду грызать ему. Любой собаку, мимо него пройти, пускай будет самый злой. Бросай ему кусок мяса. В этот момент он тебя не тронет. Как закончил, опять начнет, чтобы ты еще раз бросал, еще раз бросал. Есть такие жены, которые всегда зубы показывают, что ты всегда ему цветы показал. И так жизнь проходит. Ну что там, 40 лет можно принести. У кого-то деньги не хватает, и на 20 лет уже заканчивается эта любовь. У кого-то хватает деньги на 50 лет, они приносят на 50 лет всегда. И все, каждый раз, как зубы показывают, он понимает, уже что-то нужно показать. И поэтому сегодня придумали такие цветки, которые не вляют, ничего. Как только раз показываешь, все, садись на месте, все нормально, все хорошо. У собаков тоже есть такие кости резиновые, да, они грызут всегда. Игрушки вроде. Но это не игрушка, понимаете, собака это не игрушка. Он это принимает как нормальное. Он знает, когда живот голодный, уже эта игрушка ему неинтересна. Давай живой. То же самое. Можешь игрушками обмануть свою жену, но когда игрушки заканчиваются, и эта жена порой требует живой любовь, муж требует живой любви, а у нас этого нету, это Бог. Теперь поймите, любовь это Бог, Бог есть любовь, его имя любовь. Это означает, никогда никому говори, я тебя люблю, если тебя Бога нету. Ты лжешь, поэтому многие муж и жена, когда дерутся, говорят, ты меня не любишь. Нет, я тебя люблю, вот это я цветы купил, тебе шубу купил, машину купил. Нет, ты меня не любишь. Правда, говорит она. Потому что в этом нету любви. Любовь есть Бог, ты Богу не даровал ему. А ты сам не знаешь Бога. Поэтому Иисус сказал, голова жены это муж, голова мужа это Христос. Почему голова нужна мужа Христос, чтобы там любовь была. А жена нуждается в любви от своего мужа. А муж пустой голова, что там, только водка. Как может любить? По чаше или как там, редко вспоминают, что это жена, нужно ему цветки купить. И со цветами, когда приходит, жена думает, вот ты мой хороший, я тебя люблю. Когда запах нету этого цвета, уже любви нету. Поэтому, когда мужа голова Христос, ты наполнен любовью. Ты наполнен любовью. В твоих устах есть Слово, в котором есть жизнь и Дух. Знаете, перед тобой, если даже стоит плотская женщина, ты можешь владеть Ему тот Духом, Словом, который тебе дал Господь Бог. И ты можешь просто говорить это Слово с дерзновением, со властью. Если там даже вселились бестия, они будут подчиняться тебе. И ты будешь руководить. Потому что Христос в твоей голове. Поэтому всем мужам я говорю, имейте Слово в своих устах. Если ты не имеешь Слово Божие, не пытайся гладить свою жену или своих друзей, как-то показать любви. Это не работает. Ты можешь сегодня платить огромные деньги, подарить подарки, но в какой-то момент они опять будут плевать на тебя, скажут, ты не любишь меня. Потому что ты не Богу дал Ему. Ты не знаешь Бога. Когда ты не знаешь Бога, уже ни о чем говорить с тобой. Знаете, многие семьи в разводе, они распорят, приходят и говорят, пастор, помоги помолить за нам. Вот вместо молитвы я тебе говорю Слово. Кто твой голова? Твой голова Христос или нет? В твоем голове какие мысли есть? Бог есть в твоем разуме. Ты признаешь, что Бог есть в твоем разуме, ты подчиняешься этому Богу. Ты чутишь этому Богу, и каждые твои поступки, ты отчитываешься перед Богом. Жену можно обмануть и идти на гулянки, и прийти всякую ложь говорить, но Богу ты не обманешь. А Бог в это время даст такое противление тебе через эту жены. И она кричит, орет, драка начинается, ссора начинается, а ты начинаешь говорить, всех рассказать, у меня такое хорошо, ну, знай, слушай, ты не туда пошел, Бог все это видел, тебе предал в руке этого женщины, чтобы эта женщина тебя напугал, чтобы остановить твой грех, чтобы ты в ад не попал. Потому что туда, куда ты идешь, это в ад ведет этот путь. А Бог все работает. Знаете, я знаю замысли отца моего, Бога моего и вашего Бога. Он все сделает, Он всех будет использовать, и твоих детей, и твоих жен, муж, сосед, и страны, чтобы лишь бы тебе дать понимание, что Бог есть, и Бог сотворил тебе, и Бог не хочет, чтобы ты пошел в ад. Бог хочет, чтобы ты имел жизнь, жизнь избитка. И для этой цели Он всех будет использовать, которые могут влиять на тебя, которые могут тебя разозлить до того, чтобы ты пойдешь даже к самоубийству, и тогда скажешь, Господь, помоги мне, я уже не могу исправиться. Знаете, как моя жена спас меня, вот так. Я не мог исправиться. Господь, я не могу, я не мужчина, не получается у меня, никакая сила невозможна изменить. Что это такое, что за чудовище? Но знаете, одно мгновение прикосновения Бога, Бог поменял. Я все сделал, но без Бога. Я хотел стать Богом. Я хотел, чтобы она чтила меня, поклонялся меня, и все, все меня вместо Бога. Знаете, мы так и хотим, чтобы ваши дети всегда вас видели, как вы Бог. Вас поклонялись, все сделать для вас. Это гордость? Нет. Они должны поклоняться Богу. Они должны больше любить Бога, чем вас. Если любой родитель научит своих детей, чтобы его дети любили Бога больше, чем себя, это дети будут послушны. Бог будет содействовать. Поймите, когда Бог не действует с нами, ничего не получается. Но когда Бог действует, это невидимый Бог, когда своей силой он начинает действовать, ты за ночь ты увидишь изменение в жизни людей. Когда Авраам со своей женой пошел в другую страну, была такая страна, страшно было. И царь послал, кто же эта женщина? Его жена была очень красивая. И царь видел красивую женщину. И царь всех красивых женщин собрал вокруг себя. Это было такое время. И знаете, когда пришли Аврааму спрашивать, кто это? Он сказал, это моя сестра. Моя сестра. Почему написано? Потому что он боялся, что ему будут убить и жену забрать. Если сестра, можно легко давать замуж. А если жена, придется убить мужа, чтобы жена была свободна. И он от страха, представьте, любящий свою жену. И человек в такое сердце хочет родить детей. Ты от страха отказался от своей жены. Какое тебе еще дети давать? Поэтому Бог не дал ему дети. Этот человек не достоин иметь детей. Порой многие хотят иметь детей. Не достоин ты. Ты не тот будешь воспитать. Ты не тот человек. Ты без Бога. Этот человек от страха. Нет, нет, это моя сестра. Заберите. Только меня не трогайте. И Сара там кричит. Вы представьте эту ситуацию? Сара сказал, спасибо, Авраам. Вот я пойду к царю. Нет, Сара кричал, ты че? Ты че наглей мне из моего дома, из моего страны притащил сюда. Твоим Богом. Где твой Бог? И теперь ты говоришь, что я твоя сестра? И представьте, женщины, себя мы с этим Авраамом. Какой скандал вы там строили? Но знаете, Сара тоже немножко любил, наверное, сильно не открыли эти тайны, чтобы его не убили. Пожалел. А то она бы сказала, это обманывает. Это не сестра, а его жена. И тут же Авраама убили. Так получилось, что она более мудро поступила, чем Авраам. И забрали ее. И, блин, пришел ночь. Она сидит и думает, вот, время пришло, мне придется спать с царем. А где Авраам? Где муж-муж? Что, мой муж придал мне, что ли? Она думала, может быть, муж придет за ней. Муж не пришел. Уже ночь. Чуть-чуть остался. Царь заставил его раздеваться. Уже все. И в этот момент ангел Божий пришел. Ангел Божий пришел. Почему? Потому что Бог обещал Аврааму. Что у него все будет хорошо. Несмотря на то, что Аврааму не было любви к отношению своей жены, если бы он любил так, как Бог любит нас, он жертвовал бы себя. Через его труп взяли бы его жену. Это было лучше, чем просто так давать. Понимаете? Это он угождал бы Богу. Но в это время не было у него любви. Потому что любовь, о которой мы говорим, это жертвующая любовь. Любовь свою не ищет. Давайте будем читать здесь. Коринфянам. любовь, долготерпив, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчувствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истинно. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же она станет совершенна, тогда то отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенчество. Теперь свое время, некоторых оставит вот это младенчество. Теперь мы видим, как сквозь тускло стекла, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю, я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь прибывает С3, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Почему? Потому что любовь есть Бог. Любовь долго терпит, любовь не прекращается. Понимаете? Это, если любовь прекратилась, значит, Бог тоже прекратился существовать. Поэтому, если Бог есть, значит, любовь есть. Поэтому, когда люди начинают искать Бога, они ищут любви, они ищут примирения, они ищут, чтобы зависть ушел, ненависть ушел. Поэтому, прибивая в Боге, ты будешь прибивать в любви. Когда ты хочешь, любовь может покорить все. Бог сегодня покорил нас своей любовью. Он показал свой кулак. Когда было наводнение во время Ноя, это Бог показал свою силу, что он за какое-то время превратил этот мир полностью, потоп. Одна семья осталась. Но теперь Бог, он использует свою любовь, как Бог, он сам себя жертвовал. Эту любовь он проявил по-плоцкому, чтобы могли мы видеть эту любовь, как он любил нас. Писание говорит, так он возлюбил нас, что отдаст сына своего единородного, ибо всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Знаете, он жизнь отдал. Эта жизнь свидетельствует о том, что Бог есть любовь. Он отдал свою жизнь. Поэтому сегодня, чтобы любить своих близких, родных, нужно иметь Бога в себе. Тогда ты можешь любить, тогда Бог даст тебе слово. Мудрости это слово будет выражать в той любовь, которая есть. Тогда твои эмоции будут меняться, твое лицо будет меняться, твои глаза будут меняться, твои уста будут меняться. Вот это люкавство, понимаете, как маска. Каждый человек ходит тысячи масками. Идешь на работу, другую маску одеваешь. Идешь домой, другой маска, к мужам другой, к жене другой, к детей другой, к соседам другой. Понимаете, столько маски можно носить. Лишь бы все снимай, одну одевай. Бога одевай. Христа одевай. Христа многие не любят. А кто любит, они так любят, которые ты будешь наслаждаться. Потому что, если тысячу тебя не любят, но один любит тебя, как христианин, это любовь больше, чем весь мир, который он ненавидит тебя. Эта любовь тебя вдохновляет в жизни. Аминь. Поэтому дайте, чтобы вот эта любовь сегодня пришел в вашу жизнь. Это решение всех проблем нашей жизни. Когда мы отпускаем, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. И это то, что когда ты говоришь в твоих лексиконах, твое общение, есть Слово Божие или нет? Есть Слово, которое ты принял в своей жизни, и ты видел результат, видел плод, видел, как это Слово работает. Когда это Слово работает, побольше, побольше, побольше наполняется. И ты увидишь, как ты меняешь вокруг себя людей. Поэтому, если ты любишь Иисуса больше, чем всех, то тогда ты истинный ученик, тогда любовь прибивает к тебе. Но когда наших детей, наших близких, мы и так показываем, что я главный, ты мне должен, никогда этого не будет. Уступи свое место Богу. Сам себе скажи, уступи свое место Богу. Богу. Богу тебя не тянет. Знаете, если ты как родитель, ты хочешь, чтобы твои дети были счастливы, отпускай им. Отпускай им. Не надо контролировать их жизнь. Не вмещайся их в жизни. Твое вмещательство должно быть только через Бога. Если Господь Бог, Он влияет тебе, дает какое-то пророческое слово, чтобы ты пошел, сказал им, иди говори. Если этого нету, ты как человеческий, обижен уже, спишь, не можешь спать. Эти мысли, эти слова уже в твоем голове крутятся. Зло приходит. А вы слышали? Любовник злится. Любовник гордится. Поэтому, какие мысли придут, если ты находишься в любви, то есть в Боге, ты не можешь разозлиться. Эти мысли не могут раздражать тебя. Если самое плохое, ты все уже сделал хорошо. Какой ты родитель, если не сделать хорошо своих детей? Это не работа, что ты требуешь сейчас воздаяния от своих детей. Ты как родитель, ты должен это делать. Поэтому Иисус научил нас. Говорит, что ты делаешь, считай, что и скажи, я ничего не истойчивый раб, то, что нужно, я делал. Ты должен себе так. Я ничего не истойчивый родитель, то, что нужно моих детей, я сделал. Не ищи воздаяния. Если ты ищешь воздаяния, научи их, чтобы они воздаяния давали Богу. Благодаря того, что ты, вера через Богу, начал их любить или побольше трудился о них. И мог тоже их бросать. Но, был какой-то страх Божий в твоем сердце или какой-то, не знаю, доброта, за которую ты ухаживал до сегодня, допустим. Но, всю славу отдай Господу. Пускай они чтят Бога, не тебя. Потому что, если не Бог, ты вообще не мог родиться. Если не Бог, Авраам не мог спасать жизнь Сары. И когда ангел пришел спас жизнь Сары, Сара тоже видела Бога. Видела, что Авраам куда идет. Знаете, вот посмотрите эту картину. Если так посмотреть по стороне Авраама, Авраам боялся. По стороне Сары, куда мне привел Авраам? Может быть, у них постоянно ссора была, Авраам. Может быть, это не тот Бог. Сара же не видел этого Бога. Сара любил своего мужа и пошел за мужем. И муж сказал, я видел Бога. Бог сказал мне, оставь родню твою, оставь дом твою, страну твою, иди туда, куда я тебе покажу. И представьте, я уверен, что Авраам оставил своих родителей. Сара тоже оставил. Сару тоже трудно было оставить своих родителей, родню, иди туда, куда Авраам идет. И все родственники говорят, Сара, вы куда? Да я не знаю, Авраам какого Бога нашел, говорит, идем. Ну, адрес скажите хотя бы, мы там пришли, увиделись. Адрес не знаем. Бог сказал, туда, куда я покажу. И представляете, эту ситуацию, вводите в это положение. Вводите в положение мамы этого Сары. Отправляет свою дочь куда, не знает куда. Эй, ты глупый Авраам, куда ты? Какого Бога ты видел? Покажи нам этого Бога. А его не видать. Он мне сказал, знаете, я уверен, что там такой скандал был. Когда я приехал в Барну, такой скандал был у меня дома. Когда мама говорит, куда ты идешь? Пять детей, таких маленьких. Я здесь говорю, давай, собирайте вещи, приезжайте сюда. Моя мама там кричала, орала, лежала под колесо такси, машину, чтобы она не выехала туда. Она рыдала, кричала, куда вы? Убивайте моих внуков. Вы едете в какой-то Сибирь, которую они не знают, просто слышали о морозах. Алла мне звонит, говорит, я не могу прийти, уже все. Она так влияет на мою совесть, что я хочу обратно. Я говорю, слушай, это дьявол, это не моя мама. Ты приезжай, через неделю увидишь другую историю. Она будет очень радостна. Сейчас дьявол просто не пускает, потому что я знаю, Бог мне привез сюда, это Божья воля, Бог мне говорит, мое сердце, я должен оставаться здесь. А она не хочет. Мои родители хотят, чтобы я с ними сидел там, нянчил их. Но я умер, я не мой хозяин. Знаете, когда я принял Христа, когда Христос спас меня, я стал Его собственностью. Он мой Господин. Ни моя мама, ни моя папа, ни моя жена, ни мои дети, и никто из вас. Я его собственность. Все, что я сделаю, это ему преднадлежит. Знаете, если у меня рабы будут работать, то, что они будут делать, это все будут принести ко мне. Я буду определить им, что кушать, что одевать, что делать. Потому что я их купил, как рабы. Понимаете? Не слуги, а рабы. Слуга это наемник, который за деньги идет, работает. А раб, который его, самого его купили. Я раб Христа, он купил меня. Если я раб, значит, человек хочет, желающий использовать мою жизнь, он должен спрашивать о моего господина. Мой господин разрешит или нет? Если кто-то от меня хочет деньги, мой господин должен разрешить мне. Если мой господин мне дает финансы, говорит, эти финансы нужно там, там, там вкладывать. Это он говорит. И он имеет право это говорить мне, а я не имею права не исполнять его желания. И никто не прав и мне контролирует, потому что мою жизнь ему преднадлежит. И твою жизнь ему преднадлежит. То, что сегодня ты зарабатываешь, то, что ты делаешь сегодня, это его преднадлежит. Ты должен ему спрашивать, Господи, разрешишь мне этот кусок кушать или нет? Здесь не вопрос десятильный, здесь вопрос стопроцентный. Ты искуплен кровью Иисуса Христа, ты не свой. Это ветхое время, когда не было искупления, человек своими силами, своего исполнения закона, заповеди, он мог бы исполнять заповедь, закон, чтобы спасать свою жизнь. Поэтому тогда они давали десятину, давали Господу. Остальные они использовали для себя, чтобы они могли исполнять закон и заповедь. А сегодня говорит, ты искуплен кровью Иисуса Христа, ты не свой. Ты не свой, ты искуплен, ты принадлежишь Иисусу Христу. Все, что есть, что принадлежит тебе, ты это Ему. И Он может сегодня забрать тебе к себе. И никто не прав и скажет, почему? Потому что я искупил. Когда ты идешь, покупаешь товар в магазине, деньги ты заплатил, но товар еще не взял. Любое время ты можешь прийти, показать чек и товар забрать. Правильно? Это твой. И никто не имеет права в этом магазине использовать этот товар, если ты не разрешишь им. Если Иисус тебе не разрешает, чтобы кто-то тебе использовал, твое имение, твои финансы, твою жизнь, это пусть будут твои дети, твои родители, неважно кто, ты имеешь Господин. Если Он тебе не дает разрешение, ты не имеешь права это делать. Поэтому ты скажи, я твой раб, Господь. Я мою жизнь узнаю Тебя. Ты не имеешь права кричать на своих близких, если Бог тебе не дал эту власть. Ты уже умер и воскрес. Уже ты не мама твоих детей, ты умер и воскрес. Ты уже раб Иисуса Христа. Не кричи на своих детей как мама, как папа. Уже все. Ты раб Иисуса Христа. Если Господь не позволит тебе это делать, значит не делай. Если Господь даст тебе слово, иди скажи слово. Вот где проблема. Поэтому сегодня это другой уровень. Это углубиться в духе и понимать. Мне купили, я уже не свой. Я не приножу себя. И знаете, когда я звонил, я собираю вещи, прилетел сюда, все было хорошо. Через пару недель мой старший брат 50 лет был, он не хотел жениться. И все ему говорили, уговаривали, все плакали, рыдали, чтобы он женился. Но он не женился. Когда приехал сюда, через два недели он женился. Знаете, моя мама что говорит мне? Говорит, если бы я знал, тебе лет десять назад выгоняли из дома, чтобы он женился. Потому что он причину сделал. О, родители остались один, поэтому я женился, чтобы ухаживать родителей. У нас такая обыча. Но знаете, он женился, но все равно он жил в городе. Как раньше месяц один раз, неделю один раз приехал посещать, так и тогда, после нас. Но интересно, когда мы жили с родителями, они каждый день болели. Каждый день мама там, о, здесь болит, папа там болит, не всегда в больницу, к врачам, всегда лекарства, то есть наша жизнь постоянно была с этими болезнями. Как мы приехали сюда, они после нас почти 10 лет жили, и они ни разу не болели. Они оба были здоровы, они даже в город не пошли, они пахали землю, и так они в конце своей жизни покаялись после нас, после этого серьезно покаялись, до этого они не покаялись, до этого им неинтересно было Слово Божие, когда мы приехали сюда, хотя на это мне много унижали, многие духовные вещи, люди, мне сказали, вот, написано, чти родителей, второй заповедь, а этот человек пастор, бросал своих родителей и уехал в какую-то другую страну, родители по возрасте, нужно чтить их, знаете, по буквам, это нормально, это сильное обвинение, это у нас совесть, но слушайте, мои родители, я умер уже лет десять назад, когда я покаялся, теперь моя жизнь Господу планирует, идите Богу говорите, почему Бог не пускает меня оставаться у меня дома и чтить моих родителей, это во-первых, во-вторых, моих родителей есть шесть детей, где написано, что десять лет я буду чтить их ухаживать, а остальные будут гулять, как хотят, я сказал, если так, особенно мои братья, сестры там начали мне, если так, давайте каждый сын, пускай каждый месяц двести долларов мне отправит, я буду ухаживать их родителей, тоже чтить им, почему вы читаете одну сторону, а другой не читайте, ты можешь сказать, так написано, я могу сказать, так написано, но знаете, главное Бог, Бог послал слово, в Библии всегда можно найти противоречивающие слова, всех ты можешь найти, что здесь так говорит, здесь так говорит, чти своих родителей, а Иисус говорит, кто больше будет ненавидеть своих родителей и любить меня, он мой ученик, теперь что делать, поэтому вот и фарисеи говорили, вот этот человек пришел, разрушается закон Моисея, Он говорит, кто ненавидит своих родителей и идет за Мной, ничего себе, ты больше, чем Бог, что ли, мы должны ненавидеть своих родителей, идти за тобой, кто ты такой вообще, я могу, должен потерять своих родителей, потерять жену, детей, имение, идти за тобой, кто ты такой, Иисус, ради чего, что ты мне даешь за это, знаете, Иисус сказал, я и жизнь, если ты пойдешь за мной, ты будешь иметь жизнь, а твои родители нуждаются этому жизни, твои дети нуждаются этому жизни, твои дети и родители нуждаются этого любви, а есть любовь, если ты будешь принимать мне, ты уже будешь богатым давать им любви, потому что ты без меня, чем ты будешь чтить своих родителей, без Бога, чем твою честь, к чему, ты будешь как любить и чтить без Бога. Ты будешь только разозлить их. Места не будет угождать их, они будут радоваться. Знаете, угождать твою плоть, ты будешь радоваться, но твой дух не будет радоваться, потому что внутри тебя есть война духа и плоти. Поэтому Бог послал Иисуса в этот мир, Он пришел сказать, Царство Небесное приблизилось. Он даровал нам такую силу, чтобы мы могли умертвить плоть. Поэтому водные крещения, это мы, в духовном мире объявляем, что я умираю уже для плоти, я буду жить для духа моего. Я буду искать духовное. Я не буду исполнять желание моей плоти. Я не буду исполнять желание плоти моих родителей, желание плоти моих детей, моей жены, кому угодно. Я буду исполнять желание духа. Даже твой дух желает Божие, а твой плот желает плотское. Если я не исполняю желание моего плоти, я буду исполнять желание твоего плоти? Никак нет. Поэтому что получается? Когда человек становится духовным, там вокруг его плотские люди есть. Но здесь суть в этом заключается. Когда ты духовный, ты можешь со всеми плотскими людьми строить взаимоотношения хорошие. Потому что духовный человек, Писание говорит, он может все понимать, даже глубокие вещи Божества, потому что Дух Святой открывает нам. А плотской человек, он на уровне плоти, он не понимает глубокие эти вещи. Он на чувствах своих. Плотской человек, это как животный мир. Они используют свои эти душевные вещи, нюх, чувства, то, что глаза видят, то, что уши слышат. А что ты слышишь в этих словах, подсознание этого не понимает человек. Поэтому, говорит, мой раб, он судит не того, что видел, не так, как он слышит, он судит по духу, то, что есть внутри человека. Сегодня, знаете, ты можешь рассказать всякую историю о своей жизни, как муж и жена грызутся, как у вас ссора или с детьми, или что. Но, знаете, я знаю, что есть внизу. Это, видимо, это как айсберг, но внизу что-то есть. А внизу вот это, я сейчас иду корень. Корень, чтобы лечить твой зуб, нужно найти корень. Вверху там фарфор этот, камень, ничего не видно, но там внутри есть какой-то нерв, и в самом внизу есть какой-то червь, который грызет этот нерв. И ты чувствуешь боль. То же самое, сверху выдерется, вроде все нормально. Плохого ничего нету. Но что есть? Какой-то корень. Корень в этом, что Бога нету. Бога нету в твоей жизни. Любви нету в твоей жизни. Ты пустой талерку поставили, говоришь, ешь, 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 ешь. Человек, он стук слышит, как эта ложка падает, но все равно туда ничего не идет. Ты говоришь человеку, объясняешь, покупаешь дары, подарки, но все равно ты не проникаешь в дух человеческий. А в дух человеческий можно словами проникнуть. Если твои слова не от Бога, значит, это не истина, это ложь. В этом нету оснований. На какое основание ты можешь обещание давать, если ты сам не знаешь, что будет с тобой через пять минут. Но когда ты говоришь слова Бога, обещание Бога, ты вдохновляешь, слушай, если сегодня мне не будет, завтра мне не будет, но Бог всегда с тобой будет. Бог всегда со своей обещания. Бог обещал, что ты будешь иметь жизнь, жизнь с избытком. Поэтому уже это не мои слова. В этом не я буду прославиться, это Он будет прославиться. Это Он обещал и мне. Это Он обещал мне. И ты тебе даровал мне, как жену. Ты тебе даровал, как мои дети. Он всегда есть. Я уйду из этого мира, но Он всегда с тобой. Ты пойдешь через море, Он с тобой будет. Ты пойдешь через огонь, Он с тобой будет. И Он всегда с тобой. Он любящий тебя, Отец. Он есть любовь, Он есть Бог. Дай Ему, что пришло в твоей жизни. Поэтому, когда Он придет в твой дом, когда Он войдет внутри тебя, ты будешь такой уверенностью, ты не будешь бояться. Знаете, есть необузданные лошади, которые просто, они очень хорошие, но никто еще не сидел на него, никто еще не обуздал его. Такого лошади просто обуздать, это очень трудно. Если эта лошадь, такой пород, который очень сильный и мощный, ему нужен мощный какой-то джентльмен, какой-то этот, как его говорят? Наездник или по-американски, обой, да, какой-то, который может покориться. Знаете, эти люди, они специалисты, они знают язык этого лошади. Они знают, как себя вести, как подойти. И они сидят на этот конь, понимаете, через пару часов уже все, этот конь уже обуздан, этот конь уже вошел на свое призвание. Этот мир, мы люди очень хорошие, у нас хороший пород, Бог нам сотворил по образу подобия себя, понимаете? Но многие из нас не обузданы, многие из нас, мы просто никому не хочем подчиняться, если кто-то пришел в наши жизни. И знаете, мир такой, что все люди хотят друг друга подчинить, друг друга владеть, понимаете? Обуздать друг друга, но не получается. Кто-то из них будет еще сильнее, будет еще бескомпромиссный, и не получается. Но приходит один человек, есть один человек на свете, этот человек, его имя Иисус Христос, который пришел с небес, который знает дело плоти, который, он наполнен только духом. У него плоть не работает, его плоть не от этой земли, его плоть с небес, поэтому он рожден был через Духа Святого, не через плоти человеческие, чтобы у него была опять плоть человеческая, который ищет свое. У него небесный плоть был, он человек с небес, и когда он пришел, понимаете, он был полном любви. Ему все, что угодно сделали, но он себя вел по-другому совсем. Он любил людей беспромиссно, без никаких вещей, его убили, его били, он все равно продолжал любить. Почему? Потому что Бог был в нем. Бог был в нем, он был наполнен этим духом. У него были плоды духа, понимаете, и он может обуздать тебя. Дай ему, чтобы он вошел в твою жизнь, он взял руль твоей жизни в своих руках, он может и покорить себя, и покорить вокруг тебя, и ты будешь такой обузданный, хороший, понимаете, домашний такой, и все твои родня уже будут от тебя приятность. Не то, что подойдут зад, и ты будешь пинать, подойдут перед, и ты будешь кусать. Нет. Он уже обуздал. Если подойдет даже враг, ты спокойно стоишь, потому что ты вошел в свое призвание. Бог сотворил тебя для добрых дел. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И давайте, Ося я читал, и не до конца. И будем молиться. Слава Богу. И не до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Ни милосердие, ни богопознание на земле. Когда будет истина, истина тебя научит, чтобы ты был милосердным. И эта истина научит, чтобы ты Богу познал. Потому что истина открывает, кто есть Бог. Иисус сказал, я есть истина. И если истина не сделает тебя свободным, ты никогда не будешь свободным. Поэтому если истина не приносит изменения в твоей жизни, никак это не получится. И сегодня твое время, твое час, чтобы ты, как человек, признался, что Адам глубокие нарушения сделал перед Богом. И сделал так, чтобы мы искали свою. Теперь я сокрушаюсь. Я смиряю себя, Господь, и возвращаюсь к тебе во имя Иисуса Христа. Посмотрите дальше. Клятва и обман, убийство и воровство, пролюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато воспалячит земля сия, и из немогут все, живущие на ней, со зверями и полевыми, и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Вот это то, что происходит сейчас на земле. Все, что происходит. Посмотри даже Бога. Но никто, не спор, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящий со священниками, и ты падаешь днем, и пророк падает с тобой ночью, истреблю матерь твою, истреблем будет народ мой за недостаток видения. Посмотрите, Бог открывает тайну. Спорят. Сегодня видишь всегда программы, и везде споры. Весь мир спорится друг с другом. Страна спорится. Каждый говорит свое мнение, и что хотят об этом говорить, непонятно. И знаете, мир разделяется, страна даже наша, разделяется на несколько частей. Когда ты смотришь на программах эти споры. Я сегодня вам проповедую то, что сегодня происходит вокруг нас. Это мы не такое, знаете, супердуховные сейчас пришли сюда, мы отделились этого мира, мы пошли на небесах, а там что хотят, пусть делают. Нет. Ты сейчас отсюда пойдешь, ты войдешь в реальный мир. Что происходит у тебя дома, что происходит в твоем телевизоре, в твоих радио, в газетах, в рабочем месте, везде твои уши что-то слушают. Но я тебе хочу учить сегодня, чтобы что ты должен слышать сейчас. И как ты должен отвечать и реагировать на все вещи, которые ты слышишь. Как Божий человек. И Писание говорит, нету истины, нету богопознания, да, и нету милосердия. Вот это три вещи не хватает этому миру. Нехватка любви, нехватка Бога. И что рождает это? Расприя, разногласия, убийства. И здесь питаются спорами решить этот вопрос. Они начинают священникам обвинять, друг друга обвинять, министрам обвинять. Знаете, сегодняшние эти священники, пророки, это министры, это служители, которые просто говорят свое мнение. Никто от Бога ничего не получил. Они просто стоят и говорят, и говорят, и говорят, что попало, откуда попало. Что, к чему они научились, они к тому и ведут. И понимаете, народ больше идет на разногласии. И это распространяется всему народу. И люди, не понимая это, каждый начинает своего гневаться. Смотришь программу, если ты неверующий, он будет нести тебе гнев и ненависть. Любое время могут через средства массовой информации поменять людей, сделать этого страну врагом, сделать эту страну близким. Поэтому посмотри, что ты слышишь. Если Бог в тебе, для тебя нету врагов, ты всех любишь. Любовь покоряет. И любовь, это не тот любовь. Понимаете, что человеческий я буду любить, это Бог внутри нас означает. Если Бог внутри меня, это любовь действует по Боже. Знаете, без Бога любви нету, чтобы я пошел гладить моего врага без Бога. Если ты без Бога пойдешь гладить своего врага, твой враг сожрет тебя. Вот это есть религиозная недостатка, когда говорит, идею любить своего врага. Бьют одно щеки, другой поставь. Понимаете, если это буквы, если ты идешь это сделать без Бога, не забудь, Бог есть любовь. Ты не можешь любить любого человека, если Бога нету, потому что Бог есть любовь. Но когда Бог во мне, я иду, когда Бог был в Даниеле, и Даниел пошел молиться Богу, он любил царя, он любил эту страну, он по Богу любил. Когда коварные, эти люкавые министры заставили царя, сказали, давай сделай такой закон, чтобы месяц никто не молился Богу. Они завидовали, они хотели, чтобы Даниелу покорил этот сам царь, потому что царь любил Даниела и дал место Даниела, и Даниел был Божий человек. Бог был в нем, он наполнен Божьей любовью, он управлял всю эту страну, и в том числе и царя. А многих этих министров не понравилось. Они думали, думали, как сделать, чтобы Даниела выйти из строя. И уговаривали царя, царь писал указ, если кто, на месяц будет молиться других богов, кроме меня, я их буду бросать ров львов. И знаете, весь страна не молилась никого, но Даниел, как обидче свое, день пять раз, он открыл свое окно и молился Богу, смотря на Иерусалим. И пришли ему, сказали, знаешь, царь, кто-то наплевал на твой указ, кто-то посмел в нашем стране исполнять твой указ. А кто это? Даниэль. Вау. Даниэль, мой любимый человек, я люблю его. Он пришел, сказал, Даниэль, я тебя люблю. Почему ты это делал? Даниэль сказал, знаешь, царь, у меня есть Бог севишний, который я признаю, я его люблю, и он меня любит, и я его буду молиться и поклоняться. Никакой указ на меня не влияет. Есть один указ, это он. И знаете, царь что сказал? Царь сказал, я тебя люблю, Даниэль, но я не могу тебя спасать, потому что я сказал слово. Придется тебе бросать ров львов, но я верю, что твой Бог и там тебя спасет. Потому что, я уверен, потому что царь думал, он хуже, чем это льви. Сам этот царь хуже, чем это льви. Сам это льви никого не сожрали. Все это льви, кому сожрали через приказ этого царя. Значит, он хуже, чем этот льви. И царь сказал, знаешь, Даниэль, если твой Бог спас твою жизнь от моей руки, он спасет их из твоей жизни от моих львов тоже. Так что, не бойся, иди туда. И знаете, и Даниэль, он любил, он любил, это был его враг, этот царь пришел, владел весь Израиль, это был его враг. Но знаете, он пошел против этого врага, по любви к Божьей, он любил этого человека, ну с чем? Бог был с ним. Когда Бог с тобой, и эта любовь работает и действует, когда его бросали ров львов, он пришел туда, и льви лежали, он положил голову и спал на шерсть этого льва, живое, понимаете? Не мертвая шерсть, которую люди дома украшения сделают, а здесь живое несколько. И он лежал, мягкий такой, шерстьяний, льви не шерсти, спал и отдыхал. Почему Бог был с ним? Эту любовь и покорили этих львов. Слушай, твоя жена хуже, чем этот льв, что ли? Если Бог будет с тобой, ты будешь лежать на свою жену, положить голову свою на живот своей жене, мягкой такой, и будешь спокойно спать, как я сделал это в свое время. Знаете, эти истины дают откровение. Я смотрел жизнь Даниэля, говорит, слушай, ничего себе, Даниэль, ты царя покорил. Эти льви лежали спокойно, а моя жена не хочет, чтобы я с ним спал. Ничего себе. Что, моя жена хуже, чем эти льви? Я плохо. Тебе не хватает мне, Господь. Если ты будешь во мне, эта любовь покорит весь мир. Поэтому я этой любовью приехал в эту страну. Не боялся от этой страны, не боялся от ветра, от мороза. В 2001 году, когда я приехал, был как раз в этот декабря 5 или 7, не вспомнился, 8. 40 градусов мороза на улице был, а сегодня плюс 2, минус 2. Где видели такую погоду? Жизнь изменился полностью. Бог уже поменял погоду, а мы еще стоим в морозе. растворяйся перед Богом. Пускай тает твой лед сейчас. Истреблем будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергаю тебе от священно действия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грещат против меня. славу их оброшу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконие его стремится душа их. И что будет с народами, то и со священниками, и накажу его по путям его, и поздам ему по делам его. Будут есть и не насытяться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блюд, вино и напитки завладели сердце их. Слышали, что сказал Бог? Блюд, вино и напитки обладели сердце их. Сегодня мир в этом блуде, в этом напитке. Нету богопознания, нету, чтобы люди пришли к Богу Господь, научи нас. До того, докатился этот мир, уже блуд их не хватает, женщине уже не хватает, мужчине на мужчину. Уже на животный мир напали. А ведь знаете, Бог все сотворили, Бог смотрит, куда пошел. Собираются владельцы, говорят между собой, но ни одного человека в устах нету Слова Божия. Идите, я вам дам, возьмите тетрадь и следите неделю все новости, все, что вы смотрите, всякие эти шоу, всякие эти программы, которые хотят кому-то помочь, учить, и пишите у себя. И придем посмотрим, сколько раз будете слушать от этих людей, цитирующих Слово Божие. Что человек, который хочет решить семейные вопросы, вопрос детей-сирот, вопрос, не знаю, мужчин-женщин, вопрос рождества, вопрос войны, и увидите, где и кто цитировал Слово Божие, что Бог так сказал. если найдете два штуки, принесите ко мне, посмотрим, кто этот человек, который говорит про Бога. А Бог говорит, я имею суд с этим миром, я уверен, вот здесь это происходит, и Бог говорит, я допускаю, чтобы вы могли обратиться, вы отвергали меня, я могу отвергать вас, но народ Божий, мы сегодня возвращаемся Богу, это было слово для тех, кто сегодня в нехорошем положении, у кого дома проблема, у кого распри, разногласия, ссора, кровопролитие, знаете, ненависть это убийство, какая разница, Бог пока он корень нашел, ненависть это корень смерти, это корень убийства, это корень войны, когда человек постоянно ненавидит, 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 потом приходят мысли, как воплотить этот ненависть своей жизни, как только у тебя будет сила, ты будешь воплотить это, много стран сегодня ненавидят другие страны, других народов, здесь не вопрос религии, какой религии они поклоняются, это не важно, это потом они переворачиваются на сторону религии, но на самом деле здесь есть жизнь с Богом, есть без жизни с Богом, есть то, что Бог с тобой, есть то, что человек отвергал Бога, и создал для себя кучу разных религий, даже религий не будет, люди воевали, убивали друг друга до того, когда религии даже не были на земле, это вопрос внутренней состоянии, плоть и дух, плоть и дух, поэтому сегодня мой совет, если хочешь, чтобы твоя семья пришел в мир, чтобы ты стал на свое место, то, что ты начал, у тебя жена, дети, что-то есть, чтобы сохранить это, углубляйся в Боге, исполняй желание Бога, исполняй желание Бога, дай, чтобы Бог вошел, не угождай плоть своих друзей, окружающих, не исполняй желание, когда исполняй желание плоти моей жены, знаете, что хуже стал, какой-то момент тебе кажется, вот если сейчас это буду делать, все будет нормально, ты это делаешь, потом один раз не делаешь, все, это говорит, как эту собаку, бросал мясо, молчит, как только мясо кончается, опять зубы показывает, и ты всю жизнь должен мясо бросать всегда, либо уйдешь другого, уйдешь к другому, там еще, когда найдешь такого старушку, которых уже зубов нету, ему уже интерес нету, знаете, такой супер парфюмерии, или не знаю, что там, много желаний, уже все, старушка, уже дома сидит, вот тогда уже легче, зубов нету, не грызет просто, пускай лает, лает и мальчит, вот тогда, поэтому многие ищут таких стариков, чтобы было нормально, многие ищут животных, многие они строят жизнь с животным легче, потому что животное даешь, он мальчит, а если ты будешь кормить своих семей, они тоже будут молчать, но временно, почему, потому что у них еще есть дух, если твоего кота или собаки только душа, чувства, эмоции, ты кормишь, все, на это он успокоится, ему дух нету, а твоей жене, мужа, детей, у них есть дух, ты их кормишь, одеваешь, но еще нужно кормить и дух человека, а ты нагр, у тебя нету этого, поэтому дорогие мои, наполняйтесь духом Божьим, наполняйтесь его словом, чтобы могли и кормить их тоже, иначе ты с утра до вечера работаешь, пашешь, кормишь, одеваешь, все делаешь и недовольство, и недовольство, но знаешь, с этим еще нужно слова, слово Божие, не слово Божие, пойдем в церковь, пойдем это делать, вот ты грешишь, вот это делаешь, вот это делаешь, Бог так делает тебе, Бог пришел обнимать тебя, слово истины, слово истины, вот углубляться в глубине, Бог даст тебе мудрость в любое время, как говорить, и когда мы это наполняем, уже все, мир приходит как раз в сердце, эти люди становятся довольны, понимаете, если ты здесь будешь духовно голодный, когда уезжаю и приезжаю, если мои ученики тебя не кормили духовно, вы все начали жаловаться, как раньше, а сейчас вы довольны, почему, потому что они получают от Бога и дают вам, получают от Бога и дают вам, я уверен, вы такие уже блажения стали, что вам уже не интересно плотское, потому что вы ценили духовное, сегодня вам не жалко жертвовать ради того, чтобы получить духовное, знаете, чтобы духовно пища я получил, бы я почаше рассказал вам, мы взяли долг и поехали в Москву из Армении прилетел, потому что приехал человек Божий, чтобы слышать от него слово, не было у нас такого развития, не было тогда интернета, ничего не было, чтобы ты мог просто кому-то слышать, все у нас слава Богу, все есть, поэтому, когда духовно ты получаешь, знаете, сегодня много учат, много проповедуют, но все равно духовно ничего не дают, опять на уровне плоти, знаете, можно сегодня организовать кучу таких праздников, и собереть ваши деньги, и сделать, угождать ваш плоти, и ваш плоти, будет радостно, но если ваш дух будет пусто, какое-то время вы будете чувствовать, что вы обмануты, когда придет искушение, вы увидите, что пусто, там ничего нет, поэтому сегодня я хочу, чтобы ты духовно вырос на другой уровень, если у тебя дома проблема, я уверен, ищи Господа, Бог есть, Он войдет в твою жизнь, Он наполнит тебе, Он даст тебе слово, только ты пойми, где проблема, я пустой, Господь, во мне нету любви, я хочу, чтобы ты жил во мне, Иисус сказал, если будете исповедовать, давайте встанем сейчас, давайте будем молиться, мы посвящаем эту ребенку Господу с верою, что Божья благодать и любовь на нем, Отец Небесный, все равно, Отец во имя Иисуса Христа, я молю тебе, Господь, за этот дар, который даровал Господь, и радовал сердце мамы, сердце родителей, Господь, нашему драгоценному Армине, Господь, я молю тебя, Отец, и посвящаю твои руки, Бог мой, чтобы твоя рука сопровождала ей, Господь, твой дух пускай наполнит ее сердце, ты это предназначил, Отец, пусть она служит тебе, Господь, пусть она станет, воля твоя, на этой земле, Господь, чтобы твоя воля исполнила через ее, Господь, я молю тебя, чтобы ты вдохновил сердце родителей, Господь, чтобы они тоже были наполнены духом твоим, Господь, и всегда научили, назидали свою дочь, Господь, к послушанию тебе, к познанию тебе, что ты даровал им эта драгоценность, Господь, ради твоей славы, отец, я благодарю тебе во имя Иисуса Христа, и возвращаю твое имя, Господь, и посвящаю тебе этого драгоценного, который ты даровал нам, отец, ради славы твоей имени, твой, Господь, пусть будет благословлен во всей своей жизни, дьявол, я запрещаю тебе, чтобы ты не коснулся и есть жизни, отец, как ты спас жизнь Иисуса, и никто не мог коснуться его жизни, отец, так и есть и сегодня, пусть твоя рука сопровождает ее, Господь, и никакого прикосновения, Господь, чужих, Бог мой, это твоя собственная статья, я благодарю тебе, Бог мой, ибо ты сотворил человека по образу подобия себя, я молю тебе, Господь, чтобы она стала твой образ, твое подобие на земле, Господь, чтобы этот мир видел твою славу и твою любовь, Господь, во всем слава тебе, отец, аминь. Аллилуйя, слава Богу, давайте подним нашу руку, благодарим Господа, я понял и знаю, что ты сейчас видел свои недостатки, видел, где нужно, чтобы Господь был там, отец, во имя Иисуса Христа, я молю тебе, Господь, благодарю тебя, что ты открываешь нам тайне свою, пусть твой дух наполнит каждое сердце, пусть каждым разумом, сейчас обновление придет, Господь, живи в каждом сердце, это храм твой, Бог мой, я молю тебе, дух святой наполнит каждой жизнь сегодня, чтобы они любили наполнили, славу и твоей Господь, что пришел спасение, мир, каждой семье, каждой стране, Бог мой, и по беззна, где есть любовь, пусть эта любовь наполняет, каждое сердце, сейчас во имя Иисуса Христа, пусть плоть будет покорен, через Духа Святого, Твоя Господь, мы не должны плоти, ты нам крестил, духом своим, это дух, дух истины, дух усыновления, ты усыновил нас, через Духа Святого, Господь, и мы вызываем тебя обоочие, ты наш отец, ты наш Бог, ты наш создатель, ты наш творец, благословитель, во славу твою, Бог мой, пусть наполняется жизнь, пусть будет жизнь в каждом теле, пусть враг уничтожается, пусть всякая нечистота уходит, Господь, пусть всякая болезнь уходит, Господь, пусть придет мир и любовь в каждом сердце, это Твое присутствие, Отец, это Твое присутствие, Господь, кеномайкинга блэссис, элоромбрэй пэнкэнтолу праба кантана бакэрэмокосо бреи, элороманта басэкетелепро бакатая, халлилуйя, шилор рабрэкесэн, веро клэмодо прэйзэнт, О, Дух Святой, прошу Тебе, открой эту тайну, Дух Святой, углубляй каждому, Господь, чтобы мы оставили начатки, оставили наше младенчество и пришли к совершенству они, Господь, как совершенные дети на земле, знающие славу Твою, знающие истину Твою, Господь, во имя Иисуса Христа, да совершите Твою волю, Господь. Я хочу видеть Твою славу каждой семье, Господь, чтобы каждая семья была богопознание, Господь, Твоя истина пришел, Господь, Твое милосердие исполнено с каждой жизнью, Господь, и богопознание было. Аллилуйя. Скажи, Отец, я хочу Твоей истины, я хочу, чтобы я был милосердным, Господь, я хочу, чтобы у меня было богопознание, Господь, я хочу познать Тебе побольше. Ты есть любовь, наполни мое сердце, скажи, наполни мое сердце, Господь, и без Тебя я не могу, не могу любить никого, без Тебя я не могу простить никого, Господь, Ты есть Бог любящий, Ты так возлюбил меня, что ты отдал сына своего единородного, который умер за меня и спас мою жизнь. Благодарю Тебе, Господь. Благодарю Тебя, отец. Скажи, благодарю Тебе, Господь. Халлелуя. Халлелуя. Praise the Lord my Jesus. Отец, я благословляю народ Твой, Господь. Благословь великой славой Твоей, Господь. Чтобы их уши были чисты, Господь. Их сердце было чисто, Господь. Чтобы они могли слышать голос Твой, Господь. Слышат заповеди Слово Твое, Господь, и Дух Святой. Веди нас во имя Иисуса Христа. Мы не хотим исполнять желание наше плоти, Господь. Мы хотим исполнять желание нашего Духа. Наполняй нам плодами Духа Святого, Отец. Во имя Иисуса нашего Господа. И пусть придет мир. И те стандарты, которые Ты создал и сотворил. Для мужчину и женщину. Для семьи, родителей и дети, Господь. Для страны, Бог мой. Чтобы Твоя слава была наполнена, Господь. Пусть эта страна поднимается во славу Твоей, Господь. Я опять молю Тебя, Отец, за нашего президента, Господь. Дай Ему мудрость, Господь. Я знаю в Твоих руках жизнь этих людей. В Твоих руках жизнь царей, Господь. Ты сотворяешь мир. Ты сотворяешь все, Господь. Сотвори мир, Господь. Во славу Твою, Отец мой. И открой нам двери, чтобы мы могли двигаться и исповедовать Слово Твоей, Господь. Провозглашу вас в Царство Твое, Господь. Чтобы Твое Царство пришло везде, в каждой семье, в каждом разуме во имя Са Христа. Спасибо Тебе, благодарю Тебе за это прекрасное время, Господь. И я верю и ожидаю плоды, результата, Господь. Чтобы наши глаза видели Славу Твою. И благодарю Тебе, Господь. Благодарю за всех тех людей, которые участвуют в ту работу. То, что они бесконгроместны. Они с любовью, Господь, потому что Ты живешь в них. Мы вместе совершаем эту работу, Господь, спасая этот мир. Сеем Твое Слово, Господь, жаждущим. Бог мой, я благодарю Тебе и благословлю всех тех, чья рука в этом деле. Благослови, делай их рук, Господь, чтобы их рука была постоянно полна. Чтобы они не были пустыми, Господь. Дай им новую работу, Господь. Новые движения, Господь. Скоро будет Новый год, Господь. Пусть все будет новое в каждой жизни, Господь. Ради славы и Твоей, Господь. И дай нам достигать весь мир. Весь мир, Господь. Народы и нации, которые сидят в тьме. Которые жаждут слушать голос Твой, Господь. Я хочу быть исполнителем воли Твоей, Господь. От имени церкви, Господь, которую я даровал. От имени людей, которые вокруг меня, Господь. Я молю Тебя. Я прошу Тебя, Господь. Возьми нас и как Твой инструмент, как Твои дети, Господь. Чтобы мы могли совершить волю Твою, Господь, на этой земле. Чтобы исполнилась Твоя воля, как на небесах, так и на земле, Господь. И дьявол, я повелеваю Тебе во имя Иисуса. Отдай нас за то, что предложит нас. Отдай нас за то, что предложит нашему Царю, Господу. Во имя Иисуса, Господь. Отец, я повелеваю во имя Иисуса. Я повелеваю севера. Я повелеваю юга, запада и востока, Господь. Что он отдал нас за то, что предложит Тебя, Отец. То, что Ты искупил кровью своего сына. Я повелеваю, как брат Твой, как сын Твой. Взявновение во имя Иисуса. Дьявол, отдай нас за Тебя, вру. Меккей, долюсом, а какая не молчишься. Аллилуйя. Аллилуйя. Воздай славу Господу. Скажите, аминь. Аллилуйя. Става Богу.